Операция, больничная палата и страшный диагноз. Крупноклеточная лимфома с вовлечением переднего средостения легких перикарда селезенки. Два с половиной года назад жизнь Анны Комаровой была под угрозой. Опухоль очень большая. Она, во-первых, находилась в средостении, вот здесь, то есть задевала все жизненно важные органы, предсердия, легкие, проникала в селезенку. И потом я позже общалась с врачом, который делал мне операцию. Мне ломали ребра, чтобы все это посмотреть внутри. Была тяжелая операция. В одной руке пульт, чтобы вызвать медсестру, в другой установка для капельницы, с которой она гуляла по больничным коридорам. Не все же время лежать в палате. На полгода домом для Анны стала московская клиника. Шесть курсов химии, 18 лучевых терапий. Пришлось сбрить шикарные волосы. У меня была красная химия. Ее переносить было, конечно, тяжело. Но, тем не менее, все возможно. Когда ты веришь в себя, когда ты чувствуешь, что ты справишься, когда ты себя подбадриваешь и видишь людей вокруг, ищешь примеры каких-то людей, которым получилось выздороветь, то все проходит гораздо легче. Историей своего выздоровления Анна делится в социальных сетях, чтобы своим примером показать, что все возможно, если ты веришь в себя, если тебя поддерживают близкие люди. Прогнозы врачей говорят хорошие. У меня организм крепкий, молодой и хороший настрой. Говорят, что 80% ремиссия. Как призналась девушка, начать рассказывать о болезни было сложно. Но первые же посты показали, насколько мощной может быть психологическая поддержка и помощь людей. До болезни Анна жила на Дальнем Востоке. Сейчас в Москве. К Сарову она не имеет никакого отношения. Но это и не важно. В день борьбы с раком мы хотим показать счастливые истории выздоровления. Призвать тех, кто сейчас борется с этим заболеванием, быть открытыми для общения, для помощи и поддержки. Если ты расскажешь об этом, не произойдет ничего плохого. Люди вокруг добрые, они поддерживают тебя. И это только поможет тебе справиться. Во-первых, держать в себе эти эмоции – это уже плохо. Во-вторых, действительно очень многие хотят помочь. Мне приходили сотни сообщений в день. Не было ни одного упрека, ничего вообще. Все только спрашивали, как тебе помочь, что для тебя сделать. Вот есть контакты, обрати сюда. Я вот это прошел. Вот посмотри вот этого человека и так далее. Я-то получила такую мощную поддержку. И вся эта поддержка была на протяжении моего лечения, что это очень сильно мне помогло. Поэтому я крайне рекомендую не бояться рассказывать. В марте 2019 года врачи сказали, что рак начал слабеть и наступает ремиссия. Оглядываясь назад, Анна понимает, что не просто так сбунтовался организм. И нужно искать причины появления злокачественной опухоли. Рак разделил ее жизнь на до и после. До было классно. Но и сейчас у Ани не менее яркая жизнь. В качестве модели ее пригласили сотрудничать топовые фотографы. Удалось даже попасть на страницы зарубежных журналов. Елена Грицкова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.